Агропромышленный парк создадут в Кушноаренковском районе республики на базе предприятия Столыпина. Об этом рассказали в корпорации развития. Напомню, комплекс занимается выращиванием и переработкой плодов и ягодных культур. Сейчас агрокомплекс заинтересован в расширении производственных мощностей. Инвестору предложили рассмотреть вариант создания агропарка, где будут перерабатываться также овощи и другие фрукты. У корпорации развития уже есть опыт создания индустриальных парков. Мы понимаем механику и экономику реализации таких проектов. Сейчас нам необходимо провести системную работу по подбору вариантов подходящих площадок, формирование бизнес-кейса с точными цифрами и рассмотреть вопрос получения субсидий. Напомню, агрокомплекс Столыпина имеет в распоряжении порядка 500 гектаров садов и плодовый ягодный питомник. В 2020 году предприятие представило проект создания центра переработки сельскохозяйственной продукции в рамках «Инвестчаса». Бизнес-план попал в перечень приоритетных инвестиционных проектов и, кроме того, продукция предприятия выпускается под знаком «Продукт Башкортостана» и экспортируется как на российские, так и на зарубежные рынки. Пункт временного содержания бродячего скота создали в Белорецком районе Башкортостана. Эта мера призвана повысить ответственность хозяев животных и снизить аварийность на дорогах, пояснили в администрации униципалитета. По их словам, гуляющие без присмотра коровы и лошади зачастую портят имущество местных жителей, а вышедшее ночью на дорогу животное может стать причиной ДТП. При наличии у животного бирки информацию о его нахождении доведут до хозяина. Если же бирки нет или она нечитаема, то фото коровы или лошади разместят в местных средствах массовой информации и в социальных сетях. Правда, чтобы забрать скотину домой, хозяевам придется заплатить. Также хозяину придется возместить транспортные расходы и осмотр ветеринара и заплатить штраф за нарушение правил выпаса скота. Размер санкций составляет от 1 до 3 тысяч рублей. Более 20 тысяч заявлений на новые пособия для беременных и родителей-одиночек Башкортостана поступили в пенсионный фонд за неделю. Прием стартовал 1 июля. Размер ежемесячного пособия беременным женщинам составляет 50% величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе. Это 5 320 рублей. Для родителя в одиночку, воспитывающего детей от 8 до 16 лет включительно, 50% величины прожиточного минимума для детей или 5 038 рублей. При этом размер среднедушевого дохода семьи в обоих случаях не должен превышать величину прожиточного минимума, то есть 10 015 рублей. При определении права на выплату учитывается также наличие и допустимые нормы движимого и недвижимого имущества. На реконструкцию 16 километров трассы М5 в Башкортостане направят до 6 миллиардов 800 миллионов рублей. Речь идет об участке дороги в Буздягском и Благоварском районах. Подрядчика определят по итогам электронного конкурса. Заказчиком выступает Федеральное управление автомобильных дорог при Урале. Как следует из документации, на участке планируется заменить асфальт, смонтировать водоотводные сооружения, барьерные ограждения, дорожные знаки, сигнальные столбики и другие элементы, а также нанести разметку. На работы должна предоставляться гарантия от 2 до 8 лет, на разметку до года. Работы необходимо закончить до конца сентября 2024 года. На время ремонта подрядчик должен будет предусмотреть на этом участке схему для безопасного движения и разместить не менее двух боксов для передвижных комплексов, фото- и видеофиксации, нарушений правил дорожного движения. Сегодня в 11 часов специалисты Национального банка по республике расскажут о том, как избавиться от долгов. В частности, расскажут о механизме внесудебного банкротства для граждан. Слушатели узнают, как быстро в срок до полугода списать долги, не затрачивая при этом деньги, как в случае найма раздолжителей и при банкротстве через суд. Из завершения выпуска информации о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Доллар и евро растут, а американская валюта поднялась на рубль 14 копеек, курс 75 рублей 20 копеек. Евро плюсует рубль 22 копейки, курс 88,78. И лучшие обменные курсы к этому часу – наиболее выгодный курс покупки и продажи доллара в банке «Финам» по 74,90 и 75,11. Наиболее выгодный курс покупки и продажи евро тоже в банке «Финам» за 88,68 и 89,08. У меня на этом все. Я желаю вам продуктивного дня. Увидимся на РПК. Всего доброго!